И снова здравствуйте! Мы продолжаем с вами изучение темы тригонометрические уравнения, и сегодня поговорим о замене переменных. Стоит напомнить, что на самом деле при решении любого класса уравнений два ведущих метода. Это либо замена переменных, либо разложение левой части на множители. Рассмотрим уравнение вот такого вот вида. Синус квадрат х минус 4 синус х плюс 3 равно нулю. Что можно заметить? Что если вы сейчас переобозначите синус х, то есть введете новую переменную, или поменяете фамилию, как я говорю, тогда это уравнение превращается в обыкновенное квадратное. И решить его очень просто. Легко видеть, что у этого уравнения два корня. Один из них единица, второй из них – это тройка. Но вот смотрите внимательно. Когда мы с вами сделали замену переменных, то стоит сразу было заметить, что синус, величина ограничена, значит, ваше т по модулю не произойдет одного. Значит, второй корень квадратного уравнения не удовлетворяет условию замены. А вот первый вам подходит. Возвращаемся. Что такое было Т? Это синус х. Получили простейшее тригонометрическое уравнение в частом случае. Откуда х у вас будет? Пи пополам плюс 2 пи к. Где к число целое. Перейдем к следующему уравнению. Ну, казалось бы, то же самое. Ну, почти. Переобозначим. Но сразу посмотрите внимательно. Здесь у вас был синус, здесь тангенс. Синус функция ограниченная, тангенс функция неограниченная. Значит, никаких дополнительных ограничений на новую переменную вы не накладываете. Получаете квадратное уравнение. Т квадрат плюс 2т минус 3 равно 0. Опять же, два корня. Первый корень – это единичка. Второй корень – это у вас минус тройка. Проверяем. Да. Возвращаемся. Что такое было t? Это тангенс. Значит, тангенс х – это 1. Или тангенс х – это минус 3. Все. Два простейших уравнения. Отсюда будет х равен арк. Тангенсу 1 плюс пи к, где к число целое. Значит, это пи на 4. Плюс пи к, где к целое. Второе уравнение. Что здесь у нас будет? Это будет арктангенс минус 3 плюс пи n. Буквку мы поменяли независимо у вас уравнения друг от друга. По свойству арктангенса минус у вас вышел вперед, это минус арктангенс 3 плюс пи n, где n – число целое. Все. Вот два множества, которые являются у вас решением этого уравнения. Ну и теперь задачу мы немножко с вами усложним. Рассмотрим уравнение вот следующего вида, которое после замены переменок будет сведено для дробно-рациональных. Тангенс квадрат х минус 1, деленное на тангенс квадрат х минус 1, 2,5. То же самое. Введем новую переменную. Заменим тангенс квадрат. Смотрим, поскольку вы заменяете квадрат, тогда сразу можно сказать, что t – это величина не отрицательная. Тогда ваше уравнение примет вид t минус 1, деленное на t минус 1, равно 2,5. Получили дробно-рациональное уравнение. Поскольку оно дробно-рациональное, то вы прежде всего должны для него выписать область допустимых значений. Что такое область допустимых значений? Это когда ваше уравнение, то есть то, что вы записали, имеет вообще смысл. Это если говорить простым языком. Или же то, что, как говорят математики, пересечение областей определения функций, входящих в левую и правую части уравнения. t не 1. Почему не 1? На 0 нельзя делить. Как поступаем дальше? Дробь нам мешает. Значит, я сейчас при таком ограничении умножу обе части на t минус 1. Ну все, теперь осталось раскрыть скобочки. t квадрат минус t минус 1. Сразу переносим минус 2,5t. Так, и там еще будет минус-минус плюс 2,5. Так, приводим подобные слагаемые. t в квадрате переписали. Теперь здесь минус 3,5t. Вот это плюс 1,5 равно 0. Можно оставить так, но неудобно с дробями считать. Сейчас придется дискриминант искать. Умножим и обе части на 2, чтобы избавиться от дробей. 2t квадрат минус 7t плюс 3 равно 0. Полное квадратное уравнение. Для того, чтобы найти его корни, достаточно найти характеристику. Очень необходимо найти такую характеристику, как дискриминант. А это в вашем случае 49 минус 4, умноженное на 2, умноженное на 3. Так, 49 минус 24, 25. Отлично, полный квадрат, 5 в квадрате. Значит, первый корень. Это 7 минус 5, деленное на 4. А второй корень. 7 плюс 5, деленное на 4. Так, 2 четвертых, 1 вторая. Здесь, соответственно, 12 четвертых, это тройка. Это ровно ползадачи. Новую переменную вы нашли. Осталось сделать возврат. Что такое было t? Это тангенс квадрат х. Значит, в результате обратной замены мы с вами получим два вот таких уравнения. Тангенс квадрат х равно 1 второй. Или же тангенс квадрат х. Это тройка. Ну, решаем уравнение. Если тангенс квадрат, это 1 вторая, значит, сам тангенс, это либо единица, деленная на корень из 2, или же минус единица, деленная на корень из 2. Два простейших уравнения. Из первого множества решений это арктангенс 1 разделить на корень из 2 плюс πk, где k целое. Из второго. Это арктангенс минус 1 делить на корень из 2 плюс πn, где n целое. Или же минус арктангенс единички делить на корень из 2 плюс πn, где n целое. Теперь то же самое сделаем со вторым уравнением. Да, обращаю вот на что ваше внимание, не попадитесь в этом месте. Вот это вот число 1 на корень из 2. Очень многие пишут, что это π на 4. Это неправильно. Вот если бы тут было аркосинус, единички делить на корень из 2, да, это был бы тогда стандартный угол π на 4 радиан. А здесь нет, составляем все как есть. Второй кусочек. Что будет здесь? Ну, либо тангенс x корень из 3, или же тангенс x это минус корень из 3. Опять два простейших уравнения. Отсюда x это арктангенс корня из 3 плюс πλ. Меняем опять буковку. Так, арктангенс корня из 3 это будет π на 3 плюс πλ. Где л целое? Здесь же получается почти то же самое, только со знаком минус. Это минус арктангенс корня из 3 плюс π, так как у нас там еще буквы не было, m не было. Вот так. Что будет дальше? Да ничего, сейчас получим решение. Плюс πλ, где m число целое. Конечно, существует более сложная замена переменных, но на первом этапе достаточно освоить хотя бы вот такие уравнения. Значит, в качестве домашнего задания вам опять будет предложено задание из учебника под редакцией Никольского. Это номера 1110, второй столбик и 1111 под буквой «Б». Желаю удачи! Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Тема нашего сегодняшнего урока – служебные части речи, правописание, предлогов. Эта тема для вас не новая, вы изучали ее в седьмом классе. Сегодня мы с вами повторяем этот материал. Он пригодится вам при выполнении заданий ЕГЭ. В частности, это задание номер 8 и задание номер 14. Итак, проблемный вопрос. В задании ЕГЭ номер 14 сдается следующее задание. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно. Раскройте скобки, выпишите эти два слова. При этом хочу обратить внимание, что в этом задании не всегда даются только предлоги. Здесь мы можем встретить разные части речи. Мы с вами сегодня будем говорить конкретно только о правописании предлогов. Итак, первое предложение. Первое время мы тоже не понимали друг друга, а впоследствии очень подружились. В этом предложении нет производных предлогов. Перед нами тоже союз и впоследствии наречие. Второе предложение. Отец в силу своего высокого положения прежде ездил только на машине с персональным шофером. Отчего долго не мог разобраться, как войти в метро и где заплатить за проезд? Итак, в силу это производный предлог. Мы будем писать его растельно, потому что это слово необходимо запомнить. Отчего это союз? Его пишем слитно. Следующее предложение. В течение нескольких лет Ломоносов занимался изучением русской истории, а также точных наук. В течение. Это производный предлог, потому что обозначает время. И пишем его раздельно, всегда. Это необходимо запомнить. Также это союз, который пишется слитно. В заключении оратор повысил голос и так торжественно закончил речь, что зал взорвался аплодисментами. В заключении пишем раздельно, это производный предлог. И так пишем раздельно, потому что и союз, а так наречен. Я хочу поговорить с вами насчет квартиры. В связи с чем, прошу вас уделить мне немного внимания. Насчет. Пишем слитно, потому что это производный предлог, мы можем заменить его О. И в связи, это производный предлог, мы пишем его всегда раздельно. Итак, ребят, для того, чтобы вам так же легко было определить, какие слова пишутся слитно, а какие раздельно, необходимо повторить правила. Что же такое служебные части речи? К служебным частям речи относятся союзы, предлоги и частицы. Служебные слова не обладают номинативной функцией. То есть не являются названиями предметов, признаков, процессов, а служат для выражения отношений между явлениями действительности, которые названы словами знаменательными. В силу этого служебные слова употребляются в речи только в соединении со знаменательными словами. Обратите внимание, что в своем определении мы уже встретили в силу производный предлог, который пишется всегда раздельно. Итак, ребята, предлоги и амонимичные части речи. Очень важно различать их. Производные предлоги. Несмотря на дождь. Мы пишем несмотря на... Во-первых, слитно, потому что можем заменить вопреки. А если возьмем амонимичную часть речи, несмотря на нас, то здесь будет писаться раздельно, потому что не эта частица, смотря это дея причастия. Мы можем заменить не глядя. Следующий. Насчет меня. Это производный предлог. Я могу заменить его о. То есть обо мне. И пишу его слитно. Положить на счет в банке. Здесь на счет. Положить на кого что счет. Перед нами предлог и существительный счет. В течение недели, в продолжении года мы пишем... И кроме этого, в заключении мы всегда будем писать эти слова раздельно, неважно, какой частью речи они являются. При этом, если это производный предлог, в конце пишем букву Е. Он обозначает время. При этом в течение реки и в продолжении повести. Это существительные с предлогом. В ком в чем в течении и в ком в чем в продолжении. В конце мы пишем букву И. Но может писаться и буква Е в зависимости от падежа, в котором стоит это слово. Следующее. Вследствие болезни. Вследствие болезни – это производный предлог. Мы пишем его слитно, потому что можем заменить из-за болезни. И в конце всегда буква Е. А вследствие по делу пишем раздельно. И в конце буква И. Потому что это существительное с предлогом. В ком в чем? В следствии. Пишу букву И. Навстречу друзьям. Навстречу друзьям – это производный предлог. Я могу заменить его к друзьям. А навстречу с друзьями я пишу уже раздельно. Потому что это существительное и предлог на. На кого что? Встречу. При этом, ребята, предлог в следствии нужно отличать от наречия в последствии. А предлог в виду от устойчивого сочетания. Имейте в виду. Имейте в виду мы пишем всегда только раздельно. Итак, запомните, пожалуйста. Пишутся слитно следующие предлоги. В следствии. В следствии. На подобии. Несмотря на. Невзирая на. На перекор. На встречу. На кануне. В виду. На счет. Посередине. В место. В след. Вроде. Внутри. Сверх. Пишутся. Пишутся всегда раздельно. Предлоги. В течение. В продолжение. В отличие. В отношении. В сравнении. По истечении. По прошествии. На протяжении. В виде. За счет. В середине. В связи. В меру. В деле. В смысле. В области. По поводу. По причине. По мере. При этом, ребята, обратите внимание, что такие предлоги, например, по истечении, по прошествии, пишутся в конце с буквой И. Это, эти знания вам пригодятся, когда вы будете выполнять задание ЕГЭ номер восемь, в котором вам нужно будет найти ошибку в употреблении поддежной формы. Через дефис пишутся следующие предлоги. Из-за, из-под и по-над. Итак, давайте сейчас с вами выполним упражнение для того, чтобы закрепить материал. Вы пишите из данных предложений словосочетание с производными предлогами и амонимичными им существительными. Внесите словосочетание в таблицу. В первой колонке у нас будут предлоги, во второй существительные. Итак, первое предложение. Анютке подарили игрушку наподобие волчка. Наподобие волчка, то есть, похож на волчок, игрушка похожа на волчок. Поэтому наподобие – это производный предлог, и мы выписываем его в первую колонку. Второе. Ввиду скорого отъезда делать ремонт не стали. Ввиду – это производный предлог, пишем его слитно, в первую колонку. Третье – на столе стоял сосуд вроде шара. Вроде – это производный предлог, то есть он похож на шар, и мы пишем его слитно и выписываем также в первую колонку. Вследствие перенесенной болезни организм ослаблен. Вследствие – это производный предлог, потому что я заменяю его на из-за болезни, и пишу его слитно, и в конце – букву «Е». Выписываю также в первую колонку. Пятое предложение – колье украшено жемчужинами в виде свисающих капелек. Мы знаем с вами, что в виде – это производный предлог, и он пишется всегда только раздельно. Выписываем в первую колонку. Шестое предложение – стояла на болоте птица вроде цапли. Вроде, то есть похоже на цаплю. Это производный предлог, который пишется слитно и выписывается в первую колонку. Седьмое предложение – в силу сложившихся обстоятельств открытие клуба не состоялось. В силу производный предлог, о котором мы говорили еще в начале урока, мы выписываем его в первую колонку и пишем его всегда раздельно. Восьмое – на встречу с Андреем он, к сожалению, уже не надеялся. На встречу – на кого что? Я пишу раздельно и выписываю во вторую колонку, потому что перед нами существительное с предлогом. И последнее, девятое предложение – верю в силу нашей дружбы. Верю в кого что в силу перед нами. Предлог «в» и существительная сила я пишу раздельно и выписываю во вторую колонку. Итак, ребята, давайте сейчас найдем и выпишем номера предложений с производными предлогами. Первое. Сговорившись насчет завтрашнего дня, они распростились. Итак, насчет мы заменяем на «о», поэтому пишем слитно. Второе. Вместо меня на семинар отправился мой коллега. Вместо, то есть за меня – это производный предлог «пишем слитно». Третье. Впоследствии я узнала, что не только наводнение являлось причиной нашей задержки. Впоследствии пишем слитно в конце букву «и». Четвертое. У многих русских рек наподобие Волги один берег горный, другой луговой. Наподобие, то есть похож, поэтому мы пишем слитно, и это будет производный предлог. Пятое. Он частенько отправлялся в место, чрезвычайно опасное. Отправлялся в кого что место. Это существительное с предлогом «в». Мы пишем раздельно. Шестое. Занятие отменили ввиду плохой погоды. Ввиду – это производный предлог, пишем его всегда слитно. И седьмое. Мы шли на встречу с одноклассниками. Мы шли на кого что встречу. Это существительное с предлогом пишем раздельно. Соответственно, ребята, нам необходимо выписать номера предложений 1, 2, 4 и 6. Следующее задание. В каких предложениях пишется «и»? Первое. Отсутствовать на занятиях в течение недели. Второе. Наблюдать изменения в течение реки. Третье. Болеть в продолжении месяца. И четвертое. Читать о судьбе героя в продолжении романа. Итак, ребята, в первом случае, в течение недели, обозначают время. Поэтому это производный предлог. Мы пишем его раздельно и в конце буква «е». Во втором случае, в течение реки, в ком, в чем, в течении. Перед нами существительное с предлогом, которое пишется раздельно и в конце буква «и». В третьем, в продолжении месяца, абсолютно так же, как и во втором случае, обозначает время. поэтому мы пишем раздельно и в конце буква е и последнее четвертое в продолжении романа то есть узнать в ком в чем в продолжении поэтому это существительное с предлогом и я пишу в конце букву и и раздельно запомните ребята что все сочетания в течение вне зависимости от того чем они являются всегда пишутся только раздельно соответственно нам необходимо выписать две буквы это буква б и буква г и так ребята домашнее задание домашнее задание я предлагаю вам выполнить по учебнику для базового уровня обучения под редакцией власенковой и рыбченковой это упражнение 358 при этом необходимо обязательно выучить материал урока в предложении необходимо переписать раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы удачи вам ребята спасибо за внимание здравствуйте ребята тема нашего урока особенности географии машиностроительной промышленности машиностроение одна из главных отраслей обрабатывающей промышленности которая занимается проектированием производством обслуживанием и утилизацией всех машин и их деталей она отражает уровень научно-технического прогресса уровень экономического развития страны а также определяет уровень развития всех остальных отраслей хозяйства роль машиностроения переоценить очень сложно потому что именно она обеспечивает оборудованием все комплексы страны она внедряет достижения научно-технического прогресса именно она обеспечивает оборону способность каждой страны в зависимости от различных отраслей машиностроения выделяются следующие основные факторы размещения предприятия фактор наукоемкости предприятия ориентируются на центры обладающие высоко развитой научной базы сырьевой фактор предприятия ориентируются на мощную металлургическую базу транспортный фактор предприятия размещаются вблизи крупных транспортных магистралей потребительский фактор предприятия размещаются вблизи крупных рынков сбыта готовой продукции особенно если перевозить ее на далекие расстояния будет нерентабельно и последний фактор – трудовые ресурсы. Предприятие ориентируется на концентрацию большого количества населения, а в частности рабочую силу. Обратите внимание на карту. Ребята, страны окрашены в более темные оттенки имеют высокий уровень развития машиностроения. Сюда можно отнести страны Западной Европы, страны Англо-Америки, а также страны Восточной Азии. Страны же, которые окрашены в более светлые оттенки, имеют низкий уровень развития машиностроения. Сюда относятся страны Африки, Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. В настоящее время выделяется три группы отрасли машиностроения. Это старые, новые и новейшие. А теперь давайте подробнее рассмотрим каждую из них. Старые отрасли машиностроения возникли в 18 веке с появлением первого парового двигателя. Интересный факт. Первый паровой двигатель был изобретен более двух тысяч лет назад Героном Александрийским, о котором потом забыли и уже впоследствии был переизобретен в 17 веке голландским физиком Попену. К данной отрасли можно отнести железнодорожное машиностроение, которое занимается производством грузовых и пассажирских поездов. Лидерами данной отрасли являются Китай, Россия, Индия, Мексика. Станкостроение. Данная отрасль занимается производством станков и оборудования по обработке металла и древесины, горно-шахтного оборудования, а также прессов. Лидерами в данной отрасли являются Германия, Китай, Россия, Италия, Соединенные Штаты Америки. Судостроение. Данная отрасль занимается производством грузовых и пассажирских судов. Лидерами этой отрасли являются Италия, Соединенные Штаты Америки, Россия, Япония. И тракторостроение. Данная отрасль занимается производством сельскохозяйственной техники и различных запчастей к ним. Сюда относятся такие страны, как Россия, Украина, Германия, Соединенные Штаты Америки. Новые отрасли машиностроения возникли в 19 веке с появлением двигателя внутреннего сгорания. К данной отрасли можно отнести авиастроение, которое занимается производством грузовых и пассажирских самолетов, а также военной техники. Лидерами этой отрасли являются Соединенные Штаты Америки, Россия, Великобритания и Франция. Энергетическое машиностроение занимается производством турбин и электрогенераторов. Лидерами являются такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Россия и Украина. И автомобилестроение. Данная отрасль занимается производством легковых и грузовых автомобилей. Ребята, а вы знали, что первый автомобиль был изобретен в Германии в 1885 году Карлом Бенцем? Именно поэтому и сейчас эта марка автомобилей пользуется заслуженным авторитетом и уважением во всем мире. Лидерами в этой отрасли являются такие страны, как Германия, Италия, Россия, Япония, Китай. Новейшие отрасли машиностроения возникли в середине 20 века с развитием компьютерных технологий. Сюда можно отнести ракетостроение, которое занимается производством ракет и космических аппаратов. Лидерами в этой отрасли являются всего лишь две страны. Это Соединенные Штаты Америки и, конечно же, наша страна. Электроника и электротехника занимаются производством микросхем, бытовой техники, компьютеров и радиоэлектроники. Лидерами в этой отрасли являются Япония, Корея, Тайвань, Сингапур, Соединенные Штаты Америки. И робототехника, которая специализируется на производстве роботов и автоматизированных технических систем. Ребята, интересный факт. Во многих странах роботы внедряются во все сферы хозяйственной деятельности человека и даже в медицинские службы. В нашей стране уже есть такие роботы, которые определяют диагнозы пациентам, а в скором времени научатся делать сложные хирургические операции. Лидерами в данной отрасли являются Япония, Китай и Соединенные Штаты Америки. Каким бы ни было значимо машиностроение, оно оказывает огромное влияние на окружающую среду. Сюда можно отнести истощение сырьевых ресурсов, загрязнение воды, загрязнение почвы и воздуха, что впоследствии приводит к ежегодному увеличению роста различных заболеваний у населения. Как и у любой другой отрасли, у машиностроения есть свои проблемы, решение которых позволит вывести его на новый качественный уровень развития. Это устаревшие производственные мощности, которые нужно заменить. Это нарушение технологических связей, за которыми нужно обязательно следить и устранять. Низкая надежность производимых машин, из-за плохого качества комплектующих деталей. Для закрепления нового материала нужно прочитать параграф 1 стр. 146-147, а также ответить на вопрос «Охарактеризуйте неравномерность размещения отрасли машиностроения в мире». Вашим практическим заданием станет обозначить на контурной карте разным цветом или штриховкой страны с высоким и низким уровнем развития машиностроения, а также отметить крупнейшие центры машиностроения. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова